Мы с вами в Израиле, в городе Хадера, в очень интересном музее, который называется «Энергия мужества». Это авторский музей. Его создал историк, музеевед, подполковник в отставке Давид Зельвенский. Давид говорит, что этот музей – это его книга, написанная им книга. Давид, в чем особенность этого музея? Ведь в Израиле такое количество музеев. В этом музее я решил собрать вместе, рядом, реликвии страданий и доблести, мучений и подвига, того, что составляло дорогу еврейскую, из которых выходил, из всех этих испытаний достойно выходил наш народ, и в конце концов он обрел свое государство. Если говорить по большому счету, это музей победы. Мы находимся в зале военной истории, в зале традиций военных, военного наследия еврейского. В отделе рождения военных традиций, откуда они есть, появились. Вот здесь экспонаты, рассказывающие об этом. Они появились, когда защищали евреи свою семью, свою страну, свою государственность от многочисленных врагов. Тогда, когда они защищали свою веру, английский исследователь Бернелл писал, что евреи единственный в истории народ, который боролся за идею. Вел войны за идею, то есть не за землю, не за проливы, не за династические войны, а войны за идею. Идея какая была едина Божия. То есть евреи боролись за право, как мы говорим, правосовести, верить в того, кого ты считаешь нужным. Вот эти войны, и война Маковеев, и война Иудейская война, и Барковба, это были войны духовные. И это я подчеркиваю, это очень важно. Перед нами подлинные экспонаты, рассказывающие об этом периоде рождения военных традиций. Далее идет развитие этих традиций военных. Мы видим в европейских войнах, в войнах Америки, на других континентах евреи принимали участие в войнах всех народов, среди которых они были. Все оружие, все вот эти сабли, это все подлинники? Это все подлинники, все подлинники. Если мы говорим о эпохе крестоносцев, здесь подлинное оружие. Мы говорим о эпохе Богдана Хмельницкого, катастрофы, в период Богдана Хмельницкого, еврейской катастрофы. Здесь подлинное оружие, здесь подлинные вещи. Значит, мы разворачиваем страницу за страницей. Мы приходим в Россию, где было наибольшее количество евреев, самая большая в мире диаспора. К концу 19 века здесь было более 5 миллионов евреев. Это связано с разделами Польши, Речи Посполитой. Они оказались здесь, и вот они принимают участие во всех войнах, которые вела Россия. Начиная с Петровского времени, мы можем их видеть в русско-турецких войнах, в шведских войнах. В войнах с Наполеоном, в русско-японской войне, в Первой мировой войне. Мы сейчас находимся в разделе Второй мировой войны. Мы вступаем в раздел Великой битвы против самого страшного врага, известного в писанной истории человечества. Против фашизма, против нацизма. Когда я впервые сюда в Израиль приехал в 1994 году, посетив музей Ад-Вашем, я подумал, что главный герой все-таки в музее катастрофы и героизма, так именуется этот музей Ад-Вашем, я подумал, что они имели в виду женщину-героя. Потому что именно женщина является родительницей всех этих миллионов, которые ушли из жизни. Она закрывала детей, стариков, она уводила в последнюю дорогу, успокаивая и собой прикрывая. Она действительно проявляла героизм, рядом с которым героизм самых больших героев на поле боя. Просто даже трудно сравнить. В чем, по сути, идеология нацистская состояла? Она проста, как мычание животного, как мычание... Она бессловесна, это расовая теория. Это превосходство одних людей над другими людьми, которые не имеют права поэтому жить. Вот реликвией, экспонатом этой теории является вот этот циркуль. Вот посмотрите, вот эта фотография была представлена на Нюрнбергском процессе. Как и циркуль, которыми измеряли головы людей, проверяя их полноценность или неполноценность. Неполноценные подлежали уничтожению. Вот перед нами оружие уничтожения, эсэсовский нож, на лезвии которого, на клинке которого написано «Ales für Deutschland» – все для Германии. Это написано не на ножнах, вот здесь рядом ножны, куда вставляется нож, а написано на самом клинке, когда он уже вытащен. Этим ножом нельзя порезать хлеб, нельзя открыть банку консервов. Этим ножом можно только убивать. И, наконец, третий экспонат, третья реликвия – это пряжка на ремне каждого немецкого солдата, на которой написано «Год Метунс» – «Бог с нами». То есть вот эта вот индульгенция на теле каждого нациста, убивающего евреев, и не только евреев, я рассказывал, 60 миллионов называл цифру. У него было оправдание, он наводил санитарный порядок в мире, он устанавливал господство в мире. «Бог с нами, Год Метунс». Это была великая ложь. Из Советского Союза, евреи которого составляли всего 1,7%, около 2% от общего населения СССР, в бой пошли более 500 тысяч, более полумиллиона. И среди них, героев Советского Союза, есть дважды герой Советского Союза Драгунский, есть дважды герой Советского Союза Смушкевич, который получил эти звания еще до войны, а войну он не вступил из-за того, что Сталин с ним расправился, использовав клеветнические наветы на этого совершенно потрясающего человека, участник Испании, Халкингола и других боевых испытаний. Среди героев Советского Союза Исай Илазаров, горский еврей из Нальчика. 70 лет тому назад он погиб в сентябре месяце. В Белоруссии он участвовал в сражениях под Москвой, под Курском, в Белоруссии. И, освобождая Латвию, в одном из боев Исай Илазаров погиб. У нас большая горская община здесь, в Хадере, рядом в Ворокиве, вообще в нашем округе Шарон. И очень часто вот в эти дни, особенно в майские дни, в июньские дни, приходят люди, и мы рассказываем об этом, о героях небольшого, но очень сильного и могучего народа, о горских евреях. Александр Семендуев, вооруженец, человек, который ремонтировал «Катюши», знаменитые легендарные «Катюши», ремонтировал танки Т-34, ремонтировал артиллерийскую технику в боях под Москвой. В самое тяжелое, морозное, кровавое время он сражался, получив боевые ордена. И его сын, Геннадий Семендуев, является активистом нашего музея, он очень трепетно отнесся к памяти отца, издал книжку о нем, и рассказывает часто о нем детям, которые к нам приходят. Общая судьба, которой мы повязаны все, судьба нашего Отечества, защита его, общепролитой крови всеми нами, она иногда бывает сильнее даже родственной. Вы знаете, вот эта дружба между солдатами, войсковая дружба, фронтовая дружба. И это не раз здесь отмечалось, вот в стенах этого музея. И между тем, безусловно, здесь этот музей – это часть долгов, неоплаченных нас, детей, внуков. Здесь короткие войны, шестидневная война, даже одна из знаковых войн. Шесть лет, Вторая мировая, четыре года Великой Отечественной. Как жили? Это дожди, снега, это кровь, это отсутствие жилища, жилища, как с питанием, что, как, чего. И, конечно, мы стараемся ответить. Вот во что были одеты солдаты, офицеры разных родов войск. Вот что у них было, вот какая у них была, какая была посуда у них, как они жили. Здесь очень ценные реликвии находятся. И плач-такитка женщины Блюм и Талан из Наци-Артелита, которая прислала мне ее и сказала, «Давид, береги ее и не вздумай стирать». Эта накидка прошлась на полу войны. Она была на Зиеловских высотах под Берлином. Она хранит землю, запах земли и пороха. Вот это 45-го года. Поэтому не стирай, вот так она пусть и здесь висит. Здесь табак, который курили солдаты, и папиросы, которые курил на командующий герцогловина Флор. Здесь фронтовая масленка и фронтовые спички, которые сегодня еще горят, 44-го года спички. Вторая мировая началась 1-го сентября 1939-го года. И вот английские и американские солдаты. Вот здесь мы видим материалы, рассказывающие об американском сержанте Стюрте Норманне. Здесь английский сержант-еврей, который воевал в войсках британской армии Монтгомери против Ромеля в Северной Африке. Уникальная совершенно история, когда совсем сомнительно недавно, десяток лет назад, на музей пришли два солдата, бывших. Американский солдат Норман Файнберг и советский сержант. Они оба встретились на Эльбе, на Эльбе в 45-м, а потом оказались вместе в Израиле. И поэтому мы написали «Израиль через Берлин, через победу». Мы не можем закончить наш разговор без объяснений, что это за потрясающая скульптура. Она, наверное, несет в себе какой-то глубинный смысл. Что это такое? Вот то, что у вас находится в центре вашего музейного зала. Это какой-то собирательный образ нашего музея, собирательная концепция нашего музея, по сути дела. Изготовил вот эту действительно деревянную скульптуру, штыки. Как вы видите, штыки идущих солдат, наш местный архитектор. А вот это каски солдатские. Здесь каски. Вот она рядом со мной, советская каска, английская каска, американская каска. И вот мы видим каску рядового Александра Хаскина, Саши Хаскина, который служит и воюет в армии обороны Израиля, во всех войнах, которые сейчас были у нас. То есть мы видим, что традиции солдат, воинов и всего народа нашего, они, по сути дела, опираются на мощный опыт предыдущих поколений. После такой запоминающейся экскурсии у меня такое сложилось впечатление, что вы неотъемлемая часть этого музея. Спасибо большое. Я с моими друзьями. Кто-то кроме вас может вот это донести до... Я его сейчас, я его шире отвечу на этот вопрос. Конечно же, я не могу здесь постоянно находиться. И главным страдальцем является моя семья. Моя семья, моя жена, мои дети, внуки, которых я, естественно, обделяю своим присутствием, своим вниманием. Но они мне помогают. Они мне помогают все эти 20 лет. И, конечно, мне помогает группа волонтеров, совершенно изумительных людей, которые здесь... Это не музейные специалисты, но это просто великолепно нравственные люди. Это и внуки, и дети участников войны. Есть и группа участников войны. Они, к сожалению, уходят. Тем не менее, мы несем свою вахту на этом плацдарме и будем ее нести. Музей имеет статус городского музея. Музею помогает наше правительство. И я думаю, что здесь еще многие-многие тысячи людей получат, так сказать, свою энергию мужества. Музей ингредиенты, Hermione